работа и отношения а может быть отношения на работе а может быть вы вместе с любимым человеком совместно трудитесь во благо свое и общество здравствуйте дорогие водолеи меня зовут станислава я экстрасенсорный астролог и психолог а это ваш общий астрологический прогноз на июль 2019 года рада вас приветствовать рада что вы подписаны на мой канал ставьте лайки делитесь этим видео своими друзьями будьте счастливы мои дорогие это прогноз для тех кто водолей не только по солнышку как говорят по знаку зодиака но и по асценденту и по луне мои хорошие если вы хотите обратиться ко мне лично за личной консультацией и составляю все возможные прогнозы гороскопы пишите мне все мои контакты увидите под каждым моим видео а также в вкладке о канале на моем канале ну а во вкладке плейлисты на моем канале вы можете увидеть прогнозы отдельные прогнозы на два самых важных события июля прежде всего солнечное затмение 2 июля в раке в этом видео вы сможете посмотреть прогноз для водолея и во вторых прогноз на лунное затмение в козероге вот в этом видео прогноз для водолея я рассказала подробно что вас ожидает вот в это солнечное затмение 2 июля и в это лунное затмение 16 либо 17 июля в зависимости от того в каком часовом поясе вы живете тематика здоровья и работы самое казалось бы главное сейчас для вас возможно вы меняете работу возможно вы переезжаете по причине того что сменилась работа может быть вы направляете направляетесь в творчество в свободное плавание во фриланс может быть начинаете работать удаленно через интернет тайна скрыта по ночам может быть просто абсолютный отдых для вас сейчас период безработицы также возможен возможно что какие-то перестановки у вас на рабочем месте даже все кардинальным образом ничего не меняется какие-то новшества что-то новое появляется новое направление вашей деятельности может быть даже вы переобучаетесь повышаете свою свой дух до подтягиваете под новшества которые происходят в мире под новинки под инновации делаете свою деятельность более инновационной это также возможно собственно говоря как и здоровье вы свое стараетесь омолодиться стать здоровее сильнее красивее моложе но мои хорошие да это все про затмение это все право главную скрипку вашей жизни но очень много энергии планет в этом месяце июле будет также в вашем доме который называется домом брачных семейных отношений или домом партнерства поэтому до работа работой но любовь любовь до дорогие мои водолеи возможно это поиски любви если вы ищете любовь то вы найдете с большей вероятностью на работе на новой работе особенности вы меняете работу возможно что если вы занимаетесь здоровьем то каким-то образом любой будет связана с тематикой здоровья для вас также может быть еще какие варианты по шестому дому это какие-то элементарные бытовые вопросы вы решаете и с как-то так совместно с этими делами вы и любовные вопросы решаете шестой дом и двадцатый дом это дом животных поэтому здесь любовные ваши отношения улучшаются если вы контактируете с животными не знаю у вас с партнером плохие отношения вы с ним вместе сожительствуете его не знаете что будет дальше берете котенка в основе как ребенок и вдруг да вот эта семья у вас создается который пока вы не чувствовали или по двадцатому дому это лошади вы садитесь на лошадь и ваш партнер вид вас как прекрасную амазонку и вновь вас влюбляется до ваш муж то есть животные вам приносят любовь смотрите если вы одинокий то может пойдите зоопарк там встретите кого-то если вы в паре то сходите тоже зоопарк чтобы освежить ваши чувства также это может быть вопросы друзей да с друзьями занимайтесь здоровьем работой животными дальше вопрос седьмого дома может затрагивать тематику конфликтов конфликтные отношения если у вас есть сейчас кем-то если дай бог в суде какие-то у вас разбирательства споры ссоры вы решаете уже на этом уровне а то здесь также по 7 дому да возможно вы возвращаетесь к этим проблемам но вы реально активно их решаете должна вас предупредить весь месяц в вашем седьмом доме марс поэтому дорогие мои виталии да вы конфликтные можете быть вы сами можете лезть на рожон вы сами может быть достаете оружие когда с вами никто не воюет остерегайтесь таких моментов то есть вы можете воспринимать других людей как врагов должна вас предупредить Может быть вы сами того не хотите, но почему-то они вам видятся, что это ваши враги, в том числе и муж ваш, или жена, или друг, или клиенты даже могут восприниматься вами как враги, ваш коллектив рабочий, также вы можете почему-то вдруг видеть в них врагов и хотеть повоевать. Ну вот эти ваши тенденции, желания повоевать, чем дальше к августу, тем меньше будут, и вот 28 числа уж точно все пройдет, уж точно начнется любовь, потому что в ваш седьмой дом войдет Венера, то есть войны, споры, ссоры, скандалы, разногласия, судебные какие-то проволочки, склоки и так далее, увольнения, разрывы отношений, разрывы дружбы, разрывы отношений с клиентами, Все это может быть, конечно же, по затмениям и будет во благо, если будет. Ну а дальше Венера, знаете, словно бы медом намажет ваши все эти раны, то что Марс вас, если поцарапает каким-то образом, порежет, поранит, то Венера, конечно, придет потом в ваш седьмой дом и все ваши раночки залечит, еще и поцелует и обогреет и очень быстро исцелит. То есть Венера в седьмом доме исцеляет сердце. С 28 числа июля и дальше у вас наступает самое лучшее заключение для заключения браков, мои дорогие водолеи, для заключения договоренностей любого толка и характера, в том числе деловых и трудовых договоров. Если вы учиться куда-то едете, также договор на учебу вы подписываете. Это все в самом конце месяца. Ну самое раннее, это, конечно, с 23 числа вы можете начинать жениться, учиться, лечиться, работу новую, вот пойдете на работу новую, возможно, уже с 23 числа, и до того вы ее будете активно искать, если эти затмения вам, собственно говоря, ее и принесут. Здесь у вас может быть очень много действительно переговоров, именно похожих на собеседование, либо на допрос. Может быть, что и собеседование для вас будет проходить как допросы, а может быть, вы будете устраивать допросы, к примеру, своему мужу или жене, где была, что делала, почему, работу до сих пор не нашла или не нашел. Почему? Возможно, потому что ретро-меркурий будет в этом же самом вашем льве, в вашем доме партнеров. Поэтому, да, вы можете возвращаться к диалогу, который когда-то был, либо к диалогу, который будет напоминать вам уже когда-то прошедший давно разговор. Возвращение к обсуждению тем партнерства, любого партнерства. Может быть, вы возвращаетесь куда-то работать, где уже когда-то работали, или к вам клиент приходит, с которым вы уже когда-то сотрудничали, и вот вновь с ним переговоры. Повторные заседания суда, повторные разборки с мужем или женой, или с другом, или с мамой, или с кем угодно, с кем-то очень важным для вас. Да, повторюсь, остерегайтесь, возможно, что эти разборки будут именно как разборки, а не деловые мирные переговоры. Хотя седьмой дом – это дом дипломатии, но Марс, он такой рьяный, в общем, думаю, вы понимаете. Затем ретро-меркурий будет переходить в ваш шестой дом, то есть дом работы. Поэтому снова-таки, если вы, например, ходите на собеседование, и вот работа у вас повторная, или вы с мужем и женой обсуждаете тематику какую-то бытовую, обсудили, договорились, поругались, помирились, и вы начинаете что-то делать по дому совместно, бытовые вопросы решать совместно. Венера все это время будет в вашем доме работы, все это время – это весь июль, поэтому в любом случае с работой у вас все будет в порядке. Если даже будут какие-то конфликтные ситуации, в итоге вы будете выходить на то, что гармонизировать и свою работу на работе, и свою работу по дому, и, в принципе, свой распорядок дня. И, главным образом, самое главное для вас, Венера в шестом доме – это гармонизация здоровья, это здоровье, улучшение здоровья. И, дорогие мои друзья, водолеи, вы сейчас не увидите, но я вам озвучу карты, которую я вытащила из колоды, целительной колоды оракула ангелов, на солнечное затмение в раке для вас. Вот солнечное затмение случается в вашем шестом доме, и Венера в вашем шестом доме – здоровье. Этот дом еще и работы, и быта, и животных, но у вас точно тема о здоровье. Почему? Потому что из оракула вышла карта вегетарианства. Поэтому для вас здоровье, питание, шестой дом – это дом питания. Здесь у вас есть затмение в доме питания, и Венера в доме питания, и Ретро-Меркурий будет возвращаться в дом питания. Поэтому, скорее всего, вы уже когда-то питались более правильно или более здорово, или, в принципе, ваш спорядок дня был более здоровым, или работа у вас была более здоровая, и вот вы к ней вернетесь. Но означение карты вегетарианства таково. Свежие органические фрукты и овощи дают вам активацию энергии высокой жизненной силы, которая поднимает вашу веру. Возможно, дорогие мои друзья, для кого-то это проиграется как работа, связанная с правильным питанием. Может быть, вы начнете торговать овощами и фруктами. Может быть, вы фитнес-тренер, который перейдете у вас в новое направление в работе, вы возьмете еще направление правильного питания. То есть, помимо тренировок, вы будете давать, составлять своим клиентам, которые к вам приходят вроде бы как только ради тренировок, а вы будете им еще предлагать новое. Может быть, вы будете работать, не знаю, в медицине, все что угодно. По вегетарианству это любое исцеление, любое здоровье. Может быть, вы просто на фруктарианство перейдете, на какую-то диету, может быть, будете в санатории, может быть, поедете куда-то в компании вегетарианцев или веганов и начнете так правильно питаться. То есть, явно, у шестого дома много значений. И работа, и животные, и бытовуха, и помощники, и сослуживцы, и рабы, и все на свете. Но здоровье, видать, для вас важнее всего. Здоровье и питание по шестому дому. Шестой дом, дом девы, собственно говоря, дом медицины, собственно говоря, дом желудка. Поэтому очень-очень-очень созвучно. Но а на лунное затмение, которое будет в Козероге, мои дорогие водолеи, вышла очень интересная карта. Это карта луны без курса. Ее значение иллюзия и интуиция. На этой карте изображен мальчик с завязанными глазами, который вот так вот ручками пытается прощупать, куда ему дальше идти. Это положение луны без курса, которое, конечно же, ну, с одной стороны, дает вам право, вы знаете, как ребенок, которого мама оставила одного дома. И вот делайте, что хотите, да, но лучше, конечно, ничего не делать. И подождите, пока мама придет домой. Вы понимаете, почему. Ну, и вам выпала карта именно вот в перевелом там положении, в положении иллюзии. Изменение ситуации в лучшую сторону, вообще-то, говорит эта карта. Потому что есть склонность ошибаться в логических рассуждениях, подверженность обману и самообману, разочарование, бессмысленность начинаний. Поскольку планы придется менять, результаты будут далеки от ожиданий. Но для вас, мои дорогие, рекомендация вот такая, слушайте, пожалуйста, то, что я вам сказала. Необходимость затаиться и переждать, пока обстоятельства не станут более благоприятными. И, конечно же, мои дорогие водолечки, я не могла вас оставить вот с таким вот как бы непонятным ситуацией. Ну, что значит переждать? Ну, да, вы переждете. А дальше-то как будет, да? То есть, да, в районе лунного затмения. И вот даже подождите еще до 23 числа. Вам лучше ждать. Вам лучше никуда не торопиться. Но я для вас еще одну карту достала, мои дорогие. И это карта пятый лунный день. Единорог ее, символ. И посмотрите, кто разбирается в своей карте, посмотрите, что у вас в натальной карте рождения в промежутке от 19 градуса Тельца до нулевого градуса Близнецов. Что там у вас? Может, какие-то важные точки, куспит, планеты. Возможно, по этой важной точке проиграется у вас лунное затмение в Козероге. Ну, а значение этой карты таково. Отсутствие опыта может привести не к тем результатам, которые планировались. При отсутствии должного желания результат получен не будет. Вот эта карта, она немножко поясняет, да, эту иллюзию. Что за иллюзия у вас? Иллюзия такова, что если где-то у вас нет опыта, то лучше туда не идти. То лучше ситуацию переждать, этот опыт накопить. В общем, если вы остались дома сами, мама ушла, а вам нужно открыть банку варенья, но если вы никогда ее не делали, лучше подождите маму. Вот так вам скажу, мои дорогие водолеи. Ну что же, прекрасное время для вас весь июль для того, чтобы договариваться с любимыми людьми. Прекрасное время для работы. Ну а дальше, чем дальше, чем ближе к августу, тем больше любви и счастья будет в вашей жизни. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, люблю вас. Продолжение следует...